всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня мы с другом андреем собираемся на рыбалку ну привет ну андрей николаевич покажи свою немецкую каску много вопросов задается вот про это вот немецкую каску и вот про этого человека видите я могу сказать так егерка саша называет егерь когда расскажи про нее маленько чуть-чуть за историю буду рассказывать а просто это всем кто эти киевы отрицательные эмоции с этим связано и выражает их лучше покажи чем я занимаюсь в этой жизни собираю историю ссср везде портреты сталина ленина показать можно прям сейчас вот вот видите стоит у андрея раритетная машина андрей коллекционирует старая вот такие вот машины советские советские машины они андрей их восстанавливают кстати вот хотелось бы отметить видите у андрея на цехом сразу же возгвинута копия флага который был над рестагом вот уважаемые зрители смотрите это вот как раз тот человек который ходит вот в это вот эта история не более входит лепки история да это не более чем вот это вот внутри покажи свои машины раритетные зрителям какие-то машины восстанавливать у андрея есть такие машины которых в россии осталось всего несколько пару штук и у нота мотоцикл находится 3 он прототип немецкого ведущая коляска и задних этой и задних вот это урал фильм берегись автомобиля пятьдесят девятого года выпуска к семьсот пятьдесят тула там получается моторольного тула очень редкий и 49 восстанавливаем это у тебя что вдруг такой за аппарат это по это на базе газа это газом 415 на базе черного воронка черного воронка он этот под грунтом покрыты запчасти все на него есть руки не доходит в основе руки не доходят восстановим до панония редкая для дальнего востока фотоцикла разведчика так называемым разведбаток до 70 года стоял на даже лопатой салагаре для пулемета вишу спереди а он спереди даже на коляске есть гнездо для пулемета до для пулемета спереди сзади он спасибо гитлеру лишь для инвалидов которых ног не было выдавали бесплатно паукаски москвич до москвич 401 газ 22 вот и вот это смотрю уже давненько да не на года два дачу его все лихтуешь восстанавливать уже кузовщина сделан уже кузовщина сделано ходовка вся тоже уже двигатель поставил доходовка вся стоит двигатель заводился андрюш конечно уже проверен все но это вообще редкость музей на москве 432 по таким пока вроде их только четыре осталось четыре штуки их осталось до таких машин вот видите дальше стоит это вирус стоит американский потом стоит может даже сейчас не снимать он горбатый стоит а 401 еще один не редкий так что это кепка совершенно ничем не говорит есть форма и содержание да вот и все и форги не просто так я развешиваю периодически ну-ка пошли тот старый стали на посмотрим пошли реально пошли покажем покажем портрет человека вон ленин лишь висит уже сколько ну ну-ка где ленин висит везде вот видите как бы то ни было но это наша история наша история да андрей конечно андрей да флажок развивается перед рыбалкой до душу согревает те реально говорю там же второй по это будет это еще висеть тоже а есть еще тех времен флаги этого новодел конечно то есть вот это а если у меня еще тех годов бы его нету потому что это дорогое удовольствие боевой замена даже как андрей по моему какой-то философ или какой-то там человек говорю их нация которые не знают свою историю не имеет права на существование да кто не знает этого прошла недостоин будущее недостоин будущего да тоже руки не доходят да пойдем посмотрим посмотрим отца всех народов да да это кстати с волги это с москвича это моя икона вот видите вопрос о новом с цеху повешу я сейчас не повешу сказать по грамоте будет на стенке глаз рада видишь будет у нас типа документально это все в оригинале да конечно они продукцию просто опускали для сельское место сюда для меня понял да для председателя для всех остальных лишь на понял куда она сохранилась и сейчас легко снять эту бумагу может рассыпаться реально же руки нельзя брать да конечно но это тех времен даже разбирать в этом деле так что кепка абсолютно ни о чем не говорит ну вот уважаемые зрители видите такое у нас начало к рыбалке пошли собираться пошли этому тут из одной машины в другую сразу же перегружаем наш боевой пыжик собираемся собираемся к моторам уже на лодку с мотором уже загрузили ну чё барбос поехали с нами будешь тигров отгонять приманивать будет тигров вот он оригинал верни как бы сказать не оригинала новодел копия того самого знамени которое было воздружено над рейстагом вот так вот ну ладно это только вступление а нам еще нужно собираться и еще всю ночь ехать до места нашей ловли сегодня мы с брателлой с андреем с бессменным моим другом как всегда выбрались порыбачить нашли время и сегодня мы на речке которая нашем видео еще ни разу не проскакивала мы в этом году с андреем решили да андрей что мы немножко по дальнему востоку по нашему как бы по путешествуем и чтобы не показывать вам одни и те же реки мы попытаемся показать наши дальневосточные рейки разные попытаемся и попасть и на север хабаровского края там и южней к приморью да то есть но там пока в планах но тем не менее вот на одну речку мы попали видим что вода просто кристально чистая течение очень даже хорошее иди сюда вы Конечно, полетели. Молодняк уже на крыле. Смотри, всё в цветах. Вон, видно, что в верховье ещё снег лежит. Вот хорошее место. Вон, видишь, под пустиками. А, тут они... Линки, линки, линки стояли, Андрей. Это видео тоже, я думаю, показалось. Линки! Я думаю, шли вот так, они прям под пустиками. Да, 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 да. Линки, линки стоят. Стоят, сдачи. Очень красивые места. Андрюха там ловит хоризов. Впадает вот такой красивейший ключ с кристально чистейшей водой. Конечно, такой водицы надо попробовать на вкус однозначно. Очень вкусная вода, аж руки ломит. Что, вдруг клюет хориза? Когда не ловится рыба, надо снимать бабочек. Их тут просто много всяких разных. Вот они. Сидят эти бабочки. Всякие разные. Тут и шмель. Да тут все что-то, всякой разной живности. И пчелы дикие, смотрю, да, дикие пчелы. Бабочки, шмели, все что угодно. Вот прямо кучей сидят. Не знаю, что они тут делают. Но что-то их тут все, конечно, привлекает. Особенно вот этого большого шмеля. Вот, наверное, воду пьют. Там Андрей уже должен наловить, как минимум, несколько тонн хоризов. Что, Андрей, как там? Тонны хоризов ловятся. О, брателла, поймал ленка. Маленького, но все-таки ленка. Давай, забирай его. Да, заберешь? Да ты сам заберешь, он хорошо засел. Бери его за шнур и все. За шнур бери. Во! Первый леночек на блесенку пойманный. На вертушку. А у меня вот что-то... А вот и косолапый к нам в гости пришел. Побежал. Большой, Мишка, да? Если назад и лапа встает, но он не покажется. Вот, и вот, и вот. А где он? Где он? Не вижу. Сюда не поднялся, сюда не пытался. Здесь вот. Заразли. Сюда залез, да? Да, здесь залез. Ах! 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 Вон он уже где, смотри-то. Скалоласты не полез. Ах! Ах! Смотри, по вертикальной скале лезет. Вон! Ах! Смотри-смотри! Ах! 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 Вот и настала моя пора обрыбиться. Это тоже сковородочный. Вот такой красивый пятнистый леночек. капнул моего воблера красивое место такие камни такой порожек небольшой очень красиво так и хочется сюда чем-нибудь запулить нам надо хоть с андрюхой сегодня хоть на жирёху что-нибудь поймать на вечернюю то водки у нас целых три литра а есть нечего воздух просто сказка я вот андрей кстати очень счастлив что судьба меня закинула на дальний восток и что вот я в перспективе здесь остаюсь потому что такое разнообразие природный рек контрастов это только на дальнем востоке можно увидеть на любой вкус и цвет еще один маленький жирёшный клиночек и за него даже напрягаться не охота вот такой красавчик на крым клаки крафт одной губежкой вот здесь еще можно подняться ну это уже линярчик надо-да-да я отойти чтобы на камне нам чтобы на камне нам не не вгаситься под лодку пошел красавец давай сюда забери его а носатый держи маленько мы приспособились к реке на которой да на которой не были около пяти шести лет ну мелочь всякая разная но жирёшка она будет но андрюха лупанул ушел андрюхи ну ничего да был нормальный хороший линок был очередной линок сковородочный однако это два кидая вот такие вот вечерние под вечер пошел жор вот такой хороший мадлёк брателла сейчас готовит рыбку как положено тут у нас хорюзочки это в этом лично и лишние да выкинь выкинь прям на камеру вот это у нас такие сковородочные леночки сейчас приготовятся у нас час их брателла по фирменному приготовит перекусим по-нормальному ну Продолжение следует... 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 что-то батенька сноровку потерял я да ты потерял нюх или сноровку сноровку я думал нюх слава богу что не нюх сноровку там и подтянем пока посадишь нюх вот мы с андрюхой дуплетом дуплетом шпарим дуплетом ну-ка давай махнемся у кого больше у меня кстати тоже не гигантских как он так забавился линок маханьки таким маленьким линка мы даруем свободу идет 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 хоризок ну вот уважаемая на этом закончилась наша рыбалка с андреем порыбачили мы хорошо много не снимали так чуть-чуть что было присняли что было желание что не было то не снимали вот едем уже домой собираемся вчера уже сил не было собираться сегодня уже грубо говоря мы уже за ночевали вернее и решили уже собираться помаленьку ну вот уважаемая кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания до новых встреч